Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. В Хакасии продолжается борьба с незаконными мигрантами. Сегодня в Абакане силовики накрыли подпольный цех пищевой продукции. Он работал в МПС и достаточно успешно. Салаты, пирожки, самса, корейские закуски и готовые обеды. Все это работники готовили в полной антисанитарии и поставляли в магазины города. Наталья Гармашова побывала в подпольном цехе и увидела, чтобы сделать выводы. Можно и не ждать заключения санитарной экспертизы. В полдевятые пришли работники МВД. Показали паспорта, съехали в машину до выяснения. Уже прошло два часа. Нам работать надо, они нам мешают. Работа, которая, со слов сотрудников подпольного предприятия, якобы помешали оперативники – приготовление продуктов питания. Ассортимент немалый, около 17 наименований. Салаты, пирожки, беляши и все прочее. А куда идет продукция? Ну, как по магазинам. В цехах полнейшая антисанитария. Продукты в грязной таре, рядом с мусорными контейнерами и ведрами. Тесто на полу, столы для разделки мяса, овощей, по-видимому, не мыли годами. Фунчозу можно спутать с рыболовной леской, хранится в распакованном виде прямо в подсобке. Неподалеку туалет, умывальника нет. Кругом летают мухи. Финальное слово еще скажут сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора. Между тем, самих представителей предприятия. Это, по-видимому, не очень пугает. Но есть нарушения. Без этого не бывает. Все нарушения, которые есть, это мы и будем исправлять. У сотрудников миграционной службы свои вопросы к поварам. По предварительным данным, в кухне трудится 12 человек. Есть иностранцы. По словам бухгалтера, из приезжих работников только двое. Из Узбекистана работают официально. Остальные – россияне. Живут в своих квартирах. Оперативники задержали восьмерых. Паспортов с собой не было. Объяснить, где документы, практически никто не смог. «Понимаешь русский язык? Плохо понимаешь? И переводчик нужен?» «Переводчик вам нужен или что? Или кто вам нужен?» «Сейчас позовем переводчика сюда. Мы однозначно будем здесь за нарушение миграционного законодательства. Сто процентов. Живут они здесь. Значит, выяснять надо, кому принадлежит помещение. На втором этаже цеха действительно жилые комнаты. Кровати, мебель, одежда. Что это за помещение для бухгалтера предприятия – загадка. «Какое же это? Я даже не знаю, что там кто-то живет. Мы-то приходим утром, уходим вечером. Кто там живет – без понятия». Всех задержанных работников подпольного предприятия доставили в полицию. Здесь предстоит выяснить личность каждого, а также условия пребывания иностранцев на территории России. Наталья Громашова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. Сегодня медики расстались на день с белыми халатами и переоделись в спортивную форму. На стадионе «Локомотив» прошла традиционная республиканская спартакиада медицинских работников, посвященная профессиональному празднику. Нынешняя спартакиада стала 12-й по счету и собрала рекордное число участников. Около 400 человек представляли все районные больницы. От городов выступали объединенные команды, с ними соперничали представители республиканских медучреждений. В программе 9 видов спорта. Самые зрелищные из них – игровые. Футбол, волейбол и стритбол. И, конечно же, эстафета 4 по 100 метров. Кстати, ее победители – медперсонал Республиканского дома-интерната Теремок – показал неплохой результат. Пробежали круг быстрее минуты. И все же главная цель спартакиады медиков – это не рекорды. Мы, работники здравоохранения, всегда говорим о том, что здоровый образ жизни – это здоровье на всю жизнь. И будет меньше хлопот у наших пациентов и у нас будет меньше. И всегда для того, чтобы пропагандировать, нужно показать личный пример. И вот мы 12 лет подряд показываем своим личным примером, что мы не только работаем, но и можем участвовать в разных видах спорта. В Абакане появится еще один спортивный объект. Сегодня заложили первый камень под строительство физкультурно-оздоровительного центра. Он появится в новом девятом жилом микрорайоне города на перекрестке улиц Торосова-Лермонтова. Здание будет двухэтажным. Помимо всего прочего, там сделают бассейн длиной 25 метров. Строительство начнется в этом году и по предварительным планам займет 15 месяцев. В первую очередь это объект для занятия оздоровительной физкультурой, массовым спортом. То есть, конечно, и абонементы, естественно, по пониженной цене и прочие физкультурно-оздоровительные занятия здесь предполагаются. Жители Хакасии увидят произведение «Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина. Сегодня спектакль презентовали сами актеры. Спектакль Московского независимого театра – единственная на сегодняшний день сценическая версия знаменитого произведения Михаила Булгакова. Это была одна из последних режиссерских работ Валерия Золотухина. Главную роль профессора Преображенского в ней играет народный артист России Владимир Стеклов. Известный не только как актер театра, но и кино по многочисленным художественным фильмам. Шарикова представляет Микаэль Молчанус, булгаковская мистикой и современное ее прочтение. Что нового внесли в театральную картину, сюжет которой стал классикой? Думаю, лучше это понять, представить и ощутить на спектакле. А иначе, как вы это делаете? Лучше, конечно, об этом не рассказывать, а показать. Спектакль «Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина можно будет увидеть в Минусинске, Абакане и Сайногорске. И в завершении выпуска в предстоящие выходные синоптики прогнозируют первую летнюю жару в Хакасии. Температура достигнет плюс 25-30 градусов. В связи с этим спасатели предостерегают купаться еще рано, вода не прогрелась, да и в республике еще не кончилось полноводие. Поэтому надо соблюдать осторожность во время отдыха у воды. На этом у меня все. Берегите себя. Продолжение следует...